Десант студентов Иркутского политеха и Иркутского государственного университета принял участие в межвузовских патриотических сборах, которые прошли в Республике Беларусь, городе Бресте с 6 по 13 мая. Сборы состоялись в рамках соглашения о сотрудничестве между Брестским техническим университетом и Иркутским политехом. В составе делегации курсанты военного учебного центра, участники военного патриотического клуба БМ-21. Возглавил группу начальник военного учебного центра Ирниту полковник Владимир Кобзарь. И наши студенты были удивлены в первую очередь гостеприимством, патриотизмом, который у белорусов высоко развит. Семь дней, что проходили эти сборы, у нас не было фактически ни минуты свободного времени, потому что у нас были организованы встречи, мы даже поучаствовали в построении молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости. Семь дней сборов пролетело незаметно. Завершились они приемы у генерального консула России в городе Бресте, который тоже дал высокую оценку всем нашим мероприятиям и с удовольствием воспринял предложение, чтобы наш Иркутский политех стал координатором регулярных патриотических сборов вузов Иркутской области на территории города Бреста. Знакомство с Брестом началось с экскурсии по Брестскому техническому университету. В дни празднования 79-й годовщины Великой Победы в городе Бресте, как и во всей Республике Беларусь, прошли торжественные и памятные мероприятия. Здесь каждый уголок – это отдельная страница истории. Это живая память о страшных событиях Великой Отечественной войны. Брест – это уникальный город, город над Богом. Он уникален своей великой историей, своей отдаленностью от центра Беларуси и уж тем более от России. Он уникален своим народом и его любовью к родине. Многие из нас знают про Брест, про его историю. Но что однозначно стоит, так это побывать здесь, прогуляться по улице, пообщаться с людьми, которые, кстати, к слову, здесь очень дружелюбные, мирные и открытые. Мы были сильно удивлены чистотой города, развитию военно-патриотического направления среди молодежи. Пообщавшись со студентами, поняли, что проблема с миграцией студентов в другие страны, города, она не актуальна. Ведь каждый до единого говорит, что он любит Брест, любит свою родину и останется здесь, создавая собственные семьи. Самое главное в Бресте – это люди. А люди здесь прекрасны. Курсанты военного учебного центра стали участниками всей белорусской молодежной стройки в Брестской крепости по возведению образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи». Очень приятно был удивлен городом, тем, какой он чистый, какая тут прекрасная природа, какие тут добрые люди. Поэтому эмоции самые невероятные. Еще раз я убедился в том, что нельзя забывать о наших предках. Эту память нужно нести с собой, с поколения в поколение. 8 мая иркутская делегация встретилась с ректором Брестского государственного технического университета Сергеем Каспировичем и студентами ВУЗа. Визит я оцениваю исключительно положительно. Лично я вдохновлен, поражен тем зарядом бодрости, позитива, патриотизма, который нам показали наши друзья из Иркутска. Ну и ребята, которые активно участвовали во всех мероприятиях, они также вселяют надежду на то, что мы действительно тоже делаем все правильно. А вечером состоялось музыкальное выступление иркутских ветеранов Афганистана. Две сесты и на тесто мах, Богом на двоих одна судьба, одна дорога. Волнующим для каждого участника иркутской делегации стало участие в торжественном шествии. Беларусь помнит, помнит каждого. Студенты привезли из Иркутска портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, и прошли колонной по улицам города Бреста. Мы познакомились с историей города Бреста, с ее настоящим героем, это Брестской крепостью. Мы познакомились с различными монументами, памятниками, и остались только самые теплые впечатления. То же самое гордость за наших дедов, прадедов, которые ценой своей жизни отстояли нашу свободу, нашу независимость. Я бы хотел поблагодарить всех организаторов, что дали нам возможность посетить такое прекрасное место, познакомиться с чудесными людьми, оценить гостеприимство белорусского народа, и всем на будущее пожелать обязательно здесь побывать. Это наша история, это наша память, это наша жизнь. В течение поездки ребята познакомились с историей Республики Беларусь. Побывали в музее обороны Брестской крепости, мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в местах боевой славы. Больше всего в этой поездке мне запомнилась Брестская крепость, потому что это тот самый источник силы, именно то, что объединяет наши народы. Несмотря на то, что мы живем в разных странах, я уверена, что у нас одни корни, мы очень похожи и практически неразличимы. Я безумно рада, что попала сюда именно с этими ребятами. Мне безумно понравилась эта поездка, и надеюсь, в дальнейшем мы обязательно будем сотрудничать. Мне больше всего, конечно, запомнился монумент мужества, который мы посещали уже не раз, который находится в Брестской крепости. Музей на территории Брестской крепости. Их подход, как они относятся к этому, как они все организовали в этом музее. Ты идешь по музее и понимаешь, что тебе интересно слушать экскурсовода. И ты понимаешь, что война – это страшно, и лучше больше не прибегать к таким методам. В завершение поездки студенты встретились с генеральным консулом Российской Федерации в городе Бресте Олегом Мурашевым. Сотрудничество Иркутской области и Брестской области является хорошим примером. Поэтому мне было очень приятно приветствовать здесь делегацию молодежи. И я сделаю все возможное для того, чтобы наши контакты по линии молодежных организаций расширялись в дальнейшем. Поездка в Республику Беларусь – это первый проект между Брестским техническим университетом и Иркутским политехом. Стороны намерены продолжить сотрудничество.